Привет, ребята и девчата! На связи Макс Климов и сегодня о том, как потратить свое время абсолютно бездарно. И для иллюстрации того, о чем я хочу сказать, я возьму пару метафорических персонажей и почему они метафорические, я объясню чуть дальше. Итак, берем двух ребят, которые идут в спортзал. Первый заряжается какой-то невероятной целью, он хочет сделать ядерную форму, возможно, насмотревшись на атлетов на Мистер Олимпия, возможно, на Дуэна Джонсона, который невероятные вещи вытворяет где-то в современных блокбастерах. Тем не менее, парень заряжается целью, он понимает, что он хочет, он приходит и тренируется три раза в неделю по полтора часа каждую неделю. Он приходит в спортзал, тренируется, понимает, что его знаний недостаточно, он нанимает тренера, он начинает изучать материал, он смотрит видеоролики на ютубе, как правильно тренироваться, учится фильтровать ту информацию, которая поступает, он скачивает или покупает те книжки, которые необходимы ему для того, чтобы понять принципы питания, принципы тренировок, то, как работает эндокринная система, он все глубже и глубже погружается в процесс для достижения собственной цели, и с каждой недели он тренируется все более и более эффективно, совершает ошибки, падает, оступается, встает, извлекает урок и двигается дальше к своей цели. Второй же парень идет в спортзал без какой бы то ни было цели. Возможно, кто-то из друзей пошел, он просто пошел за компанию, а возможно, кто-то уже откровенно стал намекать, чувак, займись собой, ты жирный как свиней, а иди уже работай. И проще сказать, что ты ходишь в спортзал, чем отнекиваться и говорить, что я чувак, все нормально, я нравлюсь себе таким, какой я есть. Ну, вот это вот вы знаете, да. По итогу получаем следующее. У нас два атлета. Первый ходит в спортзал в понедельник, среда, пятница, полтора часа на тренировке, трижды в неделю тратит четыре с половиной часа в неделю на достижение своей цели. Из каждой недели все ближе и ближе к ней придвигается. И второй атлет, не имея никакой конкретной цели, приходит в спортзал на сколько? На четыре с половиной часа в неделю. Три раза в неделю по полтора часа, без какой-то конкретной цели. Первый пашет, работает и двигается дальше. Второй смотрит мемасики, ржет с какими-то там ребятами, отвлекаясь их от тренировки и тратит те же самые полтора часа на тренировки. Абсурд какой-то. Для первого атлета четыре с половиной часа в неделю оправданы, потому что он двигается в сторону достижения результата, в сторону достижения своей цели. Для второго эти четыре с половиной часа в неделю эквивалентно тому, что он лежал бы на диване и смотрел бы телевизор. Абсолютно ничего, его жизнь не поменяется. Он может годами так ходить, без какого бы то ни было результата. Вы же наверняка видели ребят в спортзале, которые ходят регулярно, тренируются, они не пропускают тренировки, но они ходят, что-то ржут там по залу, реально отвлекают всех от тренировки. Год, два, три приходят, тратят свое время столько же, сколько те атлеты, которые пашут для достижения цели. Но в их жизни ничего не меняется, и никакого результата они не добиваются. Зато именно второй парень будет громче всех кричать по поводу того, что он тренируется, как он устает на тренировках, и как вот тяжело ему все это дается, и почему-то жир все-таки не уходит. Жир не уходит, ну ни в какую он негодяй. Я же тренируюсь, ну почему-то не уходит никуда. Почему же я назвал этих персонажей метафорически? Да все очень просто. Эта модель применима в любой сфере жизни. Куда вы ни гляньте, вы везде можете экстраполировать вот эту вот модель на какую угодно сферу. Возьмите, например, карьеру. Возьмем двух сотрудников, которые ходят на работу, 9 часов в день они там тратят, 5 дней в неделю. Первый приходит, выполняет свои рабочие задачи, берет на себя какое-то кросс-функциональное взаимодействие с целью выполнения дополнительных проектов, берет под свое управление дополнительные проекты для того, чтобы заявить о себе, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы показать свою эффективность для бизнеса. Второй же приходит на работу и делает ровно столько, чтобы его не уволили. Он прикладывает процентов 10 своих усилий, остальное время пребывая в стрессе, лишь бы только кто-то не заметил, что он вообще здесь находится. Тише воды и ниже травы проявляется только в тот момент, когда приходит начальник или кто-то из другого отдела, уже потыкает в него палочкой, чтобы проверить, он живой вообще там, мухи по глазам не ползают. Такие аналогии вы можете продолжать самостоятельно, благо примеров перед глазами огромное количество. Но знаете, что самое любопытное, на мой взгляд, в данной ситуации? А то, что второй атлет и второй сотрудник, чаще всего это один и тот же человек, прийти от работы в спортзал на 10%, для того, чтобы потом всем сказать, как ты, бедный, несчастный, устал на тренировке, но ничего у тебя почему-то не получается, но ты работаешь над тем, чтобы все было круто. Потом прийти на работу, отработать на 10%, потом прийти домой к жене и сказать, боже, как же меня этот начальник негодяй достал, еще и не повышает меня, представляешь? К чему я вообще все это веду? Понятное дело, что у людей разные цели, разные стремления, но мы говорим сейчас о примерах, когда люди на плюс-минус те же действия, казалось бы, тратят одно и то же количество времени, только один заряжен целью и двигается к ее достижению, а другой постоянно существует в дне сурка, когда все кругом виноваты, кроме него. Тем не менее, оба этих человека тратят одно и то же количество времени. Это полный абсурд, но так всегда почему-то случается. А теперь честно ответьте себе на вопрос, на какого из двух персонажей вы в большей степени похожи? На первого или на второго? Если на первого, мои поздравления, этот видеоролик вообще вам никакого смысла не имеет, чисто поржать под попкорн. Если на второго, ну что ж, по крайней мере, признать проблему, это уже половина успеха. Цените то время, которое проходит, потому что оно уходит безвозвратно, вы никогда его не вернете. Поэтому ставьте цели и старайтесь к ним двигаться, делайте все для того, чтобы достигать этой цели. Изучайте смежные вопросы, которые позволяют тратить время максимально эффективно. Если вы пришли на тренировку, полтора часа работайте на 110%, сделайте все перед тренировкой для того, чтобы эта тренировка прошла эффективно. Изучите все вопросы, которые вы в состоянии изучить на текущий момент, делая себя лучше сегодня, делая себя лучше завтра, каждый день поэтапно, постепенно улучшаясь, но работая на 110%. Потому что если вы приходите в спортзал и работаете на 10%, не заморачивайтесь по поводу питания, по поводу техники выполнения упражнения, выходите по спортзалу и общаетесь со всеми, смотрите мемасики, проще действительно на диване полежать, потому что вы обманываете и себя, и окружающих. Вы сейчас не хотите тратить время на спортзал. И если нет цели, ничего не поменяется. И это просто не имеет смысла. А я пойду, пожалуй, ноги потренирую. На связи был Макс Климов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok